Всем привет! Это канал Просто Ольга На улице поют птички Голубое небо плавут белые красивые облака И у нас На первом этаже под балконом Красиво расцветает сирень Здесь у нас Лыча уже отцепила белыми цветочками Здесь зацветает сирень Красиво, красиво поют птички Погода Утром был дождик 10-13, прохладный ветерочек И у меня опять Начал забиваться Нос В том году я не понимала, что такое Думала, простыло И до осени Сидела на капельках Не могла, потому что забивается Дышать нечем А сейчас опять стал забиваться Я поняла, что у меня, видимо Аллергия на цветение То есть вот начинает цвести Сирень Яблоньки, сливки Цветочки И мне стал забиваться опять нос У меня, наверное, аллергия Отцветения до сентября А потом как-то вот зимой Еще более-менее Я нахожусь без капель И по весне опять Свежо на улице после дождика Но прохладненько Вот я стою на футболочке Мне прохладненько Так что ветерочек прохладненький Ну, 10-13 Это не так уж тепло Для нас Было бы, если бы солнце осветило Полностью, да, при 13 То еще было бы потеплее Так Как солнце выйдет И опять Спрятится за точку Вот она опять вышла То прохладненько Вот У меня 23 мая Дня рождения Сегодня у нас 12 мая Цветает сирень Надеюсь, до 23-го Она еще простоит Она тоже цветает С такой погодой Если будет пасмурно Как раз до 23-го Она простоит До 25-го А если сейчас будет тепло И солнечно То Боюсь, что До дня рождения Она не простоит Вот Как-то так Я Понемножечку Осталось Несколько пакетиков Уже почти разобралась Все хорошо Все почти Расставила по месту Осталось Немножечко Только Мыльные Там Вот эти вот Ванны Расставлять По мелочи Там Какие-то Прищепочки Там Вот Лавочки Ниточки Положить по местам Так Все нормально Все хорошо Все в местах У меня здесь Есть знакомая Которой Мы покупали Маленький велосипедик Когда жили со строителями Общаясь с ней Я узнала Что требуется В прибрежном Садик В 99-й Решила позвонить Нашла телефон Позвонила Сказали Говорит Придите Пообщайтесь Заведующий С Ларисой Константиновной Пришла Поговорила Без проблем Говорит Сейчас Говорит Сделайте временную Прописочку И справочку О судимости Да Как бы Ну она там Месяц делается Сразу Закажите И потом Как делаете Прописку Она делается Там 5-6 дней Позвоните мне Я поставлю его На очередь Да Комиссию Мы уже почти прошли Говорит Вы уже почти прошли Говорит Комиссию Так хорошо Врачебная Тоже сразу К театру Скажите Что вы идете В садик Ну вот Чтобы она В прививочке Все там Вписала В карточку И Как бы Так как Там требуется И няня Как бы Можно взять Ребенка Как бы Да С собой Как бы Есть места Сами Пройдите Комиссию И приходите Чем быстрее Это будет Тем Лучше Если вы Затянете Со своей комиссии То конечно Мы можем взять Другого человека Была работа Тоже не лишняя Копеечка Говорит Вам И нам Сотрудник Нужен И у вас Ребенок Тоже При Садике Но если Не получится Говорит Все равно Говорит Не потому Не потому Что Они Устраивают И уходят На Высокоплачиваемый Я объяснила Что я Конечно Не ушла Мне так Среднее Образование Но Что она Сказала Нет Ну Нет И Суда Нет Как говорится Вот Вот Из-за этого Мы Нашли Возле Лилиной Школы Бывший 45 На Лилии Иванихиной 9 Сейчас 56 Второй Корпус Тоже Там Требов Няня И Ребенка Можно было Взять Ну Нам позволили И хозяева Судор 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 И сказали Что они Приезжают Будут Сами жить В этой квартире Мы Нашли Прибрежную По Мамоновской Дороге Шостеля Молодушкино Мамоново То есть На Глубых Озерах Глубые Озера И посел Прибрежную Вот 30 минут От города Ну Вообще Как бы 15 Это Я так Говорю До Полтри Глубых До Молодушкин Сковородка 30 минут Ехать Вот И Вот Я говорю Знаком Позвонила Мы Пошли сюда И Сколько Говорится Все Хорошо Сейчас Самое Главное Сделать Прописку Хозяин Не согласился Побоялся Хотя Я ему Объяснила Что Она Через Три Месяца Аннулируется Но Он Все Равно Побоялся Я Нашла Специалиста Которым Уже В субботу Он Берет Собственника По Московскому Району Позел Привер Московский Район Считается И Мы Идем По МФЦ На Улице Инженерной Это Ближайшая Да Мы На Тихорецкую Един Инженерную Приезжаю На Тихорецкую Там Сразу Инженерная Три Мои Документы МФЦ И Там Собственник Дает Разрешение Мне На Временной Прописки Меня И Моего Сына О том Что Как бы Ну Чтобы Пойти Нам Садик И Через Ремесе Она Просто Аннулируется Временная Прописка Аннулировалась Также Придите Справочку Вот И Вот Я Позвонила Узнала Что Как Как Да Сказали Что Вот Приходят Говорят Что Да Я Разрешаю Там Что-то Пишет Собственник Разрешение Я Сдаю Документы Паспорт Свидетельство Ребенка У меня Сбирают Паспорт Как Свидетельство Ксерик И Паспорт Сбирают Вросьба И В течение Пяти Дней Делают Временную Прописку Через Пять Дни Приходится СМС Можете Прийти Забрать Временную Прописку Как-то Вот Так Мне Объяснили Просто Я Первый Раз Так Я Временную Прописку Сейчас В своей Жизни Первый Раз Ну А Собственница Сразу Я Конечно Плачу Денежку За То Что Он Меня Прописал Временно В Первый Раз Ну Надеюсь Через МФЦ Все Это Делается Да Как-бы И Наверное Безобавно Как Тут Сам Собственник Подтверждает Что Он Дает Эту Прописку Да И Через Пять Дни Должно Прийти Что Да Меня Прописали Надеюсь Не Будет Такого Что Как-бы Ну Просто Были Такие Случай Что Как-бы Так-же Приписал Приписали Человек А потом Через Три-четыре Дня Выписали Вот Надеюсь Что Будет Все Хорошо Потому Что Собственник Я Собственник Сразу За Его Работу За Соглашение Прописки Временной В Трех В Три Месяца Да Меня Ребенка Чтобы Садик Надеюсь Не Обмануть Что Все Будет Хорошо Вот Просто Ну Всякое Бывает Ну Я Надеюсь На Лучше Через Пять Дни Меня Пропишут И До Конца Августа Мы Прописаны Потому Потому Там Тоже Он Сказал В конце Живы Юля Августа Нас Уже Могут Взять Ну Тем Да И Меня Также На Работу Но Мне Надо Комиссию Пройти Просто Сейчас Встанет На Очередь Я Сразу Возьму Сейчас Просто Надо Как бы Написка Получается Да Денежки Потом Еще Нужна На Не На Комиссию Так Как Я Пять Лет Получается Будет Девять Дежургута Ходишь Потом Три Годика Она Может То есть Пять Лет Я Почти Не Работала Слишком Есть На Пройти Комиссию За Свой Счет И Тоже Нужна Смешка За Свой Счет На Ливонова Там Делают Подороже Мы Делаем На Улице Подарольской Она Подешевле Делаем За Свой Счет Первый Вот Вот А Второй Уже И Последующие Уже За И Счет Вот Раньше Хотя бы Хоть Возвращалась Там Первое Платишь Возвращалась Сейчас Не Возвращается Сейчас Просто Делается Свой Счет Первый Год Если Ты Уже Дальше Дальнейшие Года За Как То Я Надеюсь Что У нас Все Получится Что Он Не Только Может Будет Работать А И Тем Пойдет В Садик У У Активный Хороший Ребенок Ему Надо Общение Не Просто Дома Книжки Развивашки Пьют Ремячики А Надо Общение С детками С Успитателем Вообще С миром Как бы Гулять Спать Как бы Мы Сейчас Днем Не Спим Сейчас Надо Будет Привыкать Нам Мы Встаем Рано И Рано Ложимся То есть Мы В 6 Встаем И В 7 В 8 Ложимся Без Сна Мы Где-то На В 5 Респодим Садик Конечно Надо Будет Переучиваться В 6 Вставать Там Нет В 7 Вставать И К 8 Идти В садик Нам Надо Будет А Днем Будет Говорить Чтобы Он Спал Привычать Там Конечно Будет Тяжеловато Нам Потому Что Мы Уже Отвыкли 5 Месяцев Не Спим И Потом После Садика В 5 В 5 Забирать Вот Алё Селя Патька Моя Будет Снимать Смотреть В камеру Сниматься А Вот Будущий Бродер Мой Девочка Сыночка И Приходить В 6 Там Домой Ужинать Опять же Немножечко Гулять Будем Гулять Будем И Заигрывать Красавчик Мой Любим Сыночка Моя Все Будет Хорошо Вот У нас Получится Гулять Потом Приходить Мыться Опять Еще Там Молочко Ну И Спать Там В 9 В 10 Надеюсь Что Все Получится Все Привет Что У нас Все Получится Все Будет Хорошо Буду Еще Я Поработать И Темочка Будет При Садике Это Будет Хорошо Весело Интересно И Радостно Вилечка Будет Учиться Сейчас Будет Летние Каникулы Отдыхать И Потом Будет Учиться Нас Переведут В 5 Класс И Все У нас Будет Хорошо Да Темочка Да Дима 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 Маме Кстати Надо Скоро Делать Маникюр Уже Дима Родноличка И Краситься Уже Надо Краску Купить И Делать Маникюр Ну Будет Он Будет Когот Сказка К Квадратным И Длинным Что такое Сказка О квадратном И Длинном Да Ух ты Так Еще не Слышала Как Глупо Мув Не Слышала О Длинном Квадратном Долшку Надо Купить Долшку Надо Купить Да Это Лепить Наверное Ты С пластилина Что-то Ты хочешь Да Да Ясно Надо Его Отрезать Отрезать Пластилин Да Лепят Отрезают Ножичком А Надо Его Еще Подсинить Еще Нам Надо Кроме Того Что Надо Маме Сделать Маникюр До 23 До Моего Дня Рождения И Покраситься Нам Еще Надо Немножко Темочку Постричь Хотя Все Многие Говорят Ему Очень Не Едет Ему Только Вот Возле Ух Шаг Постричь А Так Ему Вот Эта Вот Шапочка Вот Это Очень Едет Говорят Ну И Челочка Ему Очень Едет Вот Так И Мама Красивая Да Да Мама Красивая Ой Подождем Пока Пока